Группа казахстанских альпинистов, совершивших восхождение на Эверест, благополучно вернулась домой. В числе поколителей высочайшей вершины мира, первая женщина-казахстанка Анар Бурашева. В международном аэропорту Алматы спортсмена встречали их родные, коллеги и сослуживцы. Руководил экспедицией знаменитый казахстанский альпинист Максуд Жумаев. Подробности у нашего корреспондента Григория Беденко. Участников казахстанской спортивно-патриотической экспедиции «Казак Эверест Тим» в торжественной обстановке встретили в Алма-Атинском международном аэропорту. 12 мая альпинисты успешно покорили Эверест. В состав группы впервые в истории нашей страны вошла женщина – казахстанская спортсменка Анар Бурашева. Целью экспедиции было поднятие государственного флага Казахстана на самой высокой вершине мира. Пока не переварила все свои ощущения, чтобы рассказать про экспедицию. Но в целом очень классно, что я вернулась домой, что мы все вернулись домой в целости и сохранности. И меня тут встречает моя семья, мои друзья. Я очень счастлива сейчас. Анар была идейным вдохновителем экспедиции. Девушка уверена, что в альпинизме необходимо развивать гендерное равенство. И женщины наравне с мужчинами могут покорять высочайшие точки планеты. Руководил экспедицией знаменитый казахстанский альпинист Максуд Жумаев. В его активе покорение всех 14 восьмитысячников планеты. Все восхождение длилось полтора месяца. Нас было три участника. Само все восхождение на Эверест это уже экстраординарное, сложное, как техническое, так и в плане выносливости восхождение. Поэтому сходили. Сейчас самое главное отдохнуть. Ну и все подробности, все самые интересные моменты мы вам расскажем на пресс-конференции. Примечательно, что за всю историю восхождения на Эверест на его вершине побывали 799 женщин. Их участие в таких сложных и рискованных походах всегда вызывало повышенный интерес со стороны общественности. Экспедиция казах Эверест Тима показала, что казахстанский альпинизм сегодня находится на самом высоком мировом уровне. И это, безусловно, послужит укреплению спортивного имиджа нашей страны. Григорий Беденко, Абендернбай, Фалматы, 24КЗ.